Сразу после Нового года, пока вся Россия доедала салаты и достреливала остатки салютов, 2 января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна оставляет за собой право подать заявку на членство в НАТО и рассматривает это как реальную возможность. Мы уже рассказывали вам об этом замечательном высказывании той смелой женщины, кто была готова поставить свои города под обстрел российской боевой авиации и тактических ядерных ракет. Искандеров в конце концов у Шойгу на всех хватит. Но не прошло и года, чай не Эстония все-таки. И министр иностранных дел стороны Пекка Хавест рассказал журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС, которая проходила во Франции, что у Финляндии нет планов вступать в НАТО, что больше похоже на разумный подход, да и честно сказать, вызывает больше понимания, в том числе после крайне интересных комментариев самих горячих финских парней из гражданки. Так читателей финской газеты Ильта Санамат удивило отношение россиян к автомобилям. Большинство водителей в России считают роскошью машину за 10 миллионов рублей, в то время как финны не в состоянии заправить полный бак, пишут товарищи. В Финляндии считается роскошью любая легковая машина. На использование и обслуживание уходит очень много. В России, кстати, бензин стоит в три раза дешевле, чем у нас, уточнил один из жителей маленькой непобедимой страны, а другой добавил, в Финляндии автомобиль всегда считался ненужным предметом роскоши, за который по этой причине приходится платить большие налоги. Плюс во дворах российских домов полно красивых машин, а сами дома в аварийном состоянии, выразил мнение еще один прекрасный житель Финляндии, который, правда, есть подозрения, изучает жизнь в России по роликам товарища Варламова или товарища Дудя, которые любую избушку в США покажут рейским бунгало, а любой дом в своей стране землянкой. Ну, как бы работа такая, что поделать деньги не пахнут, а вот купить на них в якобы нищей стране автомобиль класса люкс, чтобы финны завидовали, бесценно. И, кстати, жителей Финляндии можно понять. Например, введение санкций против России больно ударило по экономике этой страны, хотя мы тут уже давно хихикаем про угрозы мистера Обамы. А между тем, с тех пор в скандинавской державе закрылось целых 6 тысяч предприятий, в основном те, что связаны с производством молочной продукции. Промышленности тоже досталось не кисло. Или, для понимания, известный финский бренд в России, эта шина Nokian, производится в городе Всеволжск Ленинградской области. И сюрприз, сюрприз, именно из страны без пармезана уже давно экспортируется более миллиона шин в Финляндию ежегодно. Может быть поэтому, когда Виктория Нуон заявила, что в США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией их экстренное вступление в НАТО, если они этого захотят, в Хельсинки вздрогнули и решили, несмотря на выпендреж своего же премьер-министра, не рисковать. Впрочем, поживем-увидим, ведь это явно не конец истории.